Здарова, народ! В общем, перед тем, как мы перейдем к видосам, я бы хотел сообщить вам о том, что вышел уже второй эпизод подкаст, это наш подкаст, в этот раз к нам в гости приходил Эльдар Джарахов, и я бы очень хотел, и для меня это максимально важно, чтобы вы заценили, поэтому вы можете нажать вот сюда вот на подсказочку, или перейти по ссылке в описании и присоединиться к тем, кто уже это сделал, и просто стать максимальными красавчиками, как вот те, кто уже посмотрел. А если не посмотрите, ну, блядь, что, пиковая дама за вами придет, и, короче, яйца раскатятся в разные стороны. Погнали! Вот бывает, понравилась вещица в магазине, но, сука, нет твоего размера, и как-то ее не крути, не верти, ну, не судьба. Не получилось, не фартануло. Так вот, даме из видоса, который я вам сейчас покажу, походу, очень сильно запали в душу заветные черевички. Я вам дам ваш размер, ну, куда вы толкаете, они вам маленькие. Они мне так раз. Ну, они вам маленькие, может, я ваш размер вам дам? Это мой размер. У вас пятка висит. Сейчас всунется. Как она всунется-то, девушка, ну, пожалуйста. Ты что залезет? Как она залезет? А пяточка-то у вас подвисает. Низинчик выставлю. Вот так уже. Ну, это ужас. Молодец, вы будете покупать своей жене такие босоможки? Сейчас два пальчика выключите. Они ей вам маленькие. Как раз. Вас есть вообще деньги на это? Нет, вы портите мне обувь. Хм, стильненько. Теперь мне понятно ее рвение. Вы просто посмотрите, как элегантно смотрятся вот эти два пальчика снаружи. Ай-яй-яй, что за прикидончик? Да такие сандалии просто грех не взять. А если на них еще какая-нибудь невъебенная скидочка действует... Шара, блядь, шара. Тогда вообще похуй, свисает у тебя там что-то не свисает. Пришел, увидел и купил. У вас пятка висит. Шатап, и тейк май маней. И, в общем-то, зря торговка отговаривает женщину от покупки. Вдруг это реально ее размеры. Они вам маленькие. Они мне как раз. Мой любимый размер. И мне вот кажется, что дама знает о моде чуточку больше остальных. И, скорее всего, именно эти туфли покорят сердца современных мужчин. И всех харьковчан. Для грибника-любителя собрать хотя бы пару грибочков уже счастье. Ну, а если их штук пять отборных опят, то день уж точно прошел не зря. Ездил в лес за опятами. Собрал вот немного. Теперь вот перебрать надо. Не, ну я, конечно, понимаю, что мужик максимально гордится своей прелестью. Но что их там перебирать-то? Бля, это что такое? Ладно, ладно. Небось подумали, что это все. Ну что, нахуй там был. Теперь вот перебрать надо. Жена домой придет. Походу, или сама уйдет. Или меня выгонит, нахуй. С этими, блядь, грибами. Он их что, на самосвале, что ли, привез? Я прям представляю себе реакцию, когда он на них наткнулся. Все мои! Не подходи сюда, это мои все! Мои! И я никак не поверю, что мужик нечаянно напоролся на этот клад. По-любому на это местечко его кто-то навел. Ребята, гуляйте на поля. На поля рядом с реками, где басутся коровы. В кочках такие грибочки растут. В натуре бляба басы здесь. А вот про жену мужик точно верно подметил. При виде всего этого грибного спаса, жить ему придется, скорее всего, там, где он их нашел. Это полный пиздец, блядь. Охуевший, блядь. Охуевший, блядь, сука. А с другой стороны, сколько же всего можно с ними сделать? Тут тебе и супчик грибной, и по баночкам распихать. Ну, просто сказка. Короче, лично я прям вот всей душой надеюсь, что мужика не выгонят на улицу, и жена заценит его подгон. Ну, а в противном случае советую ему повременить с походами в лес. Остановись, пока остановка не будет последней. За пределами нашей необъятной страны многие считают, что у каждого русского человека есть свой ручной медведь. И я с полной ответственностью могу заявить, что это чистая правда. Более того, у нас есть целые медвежьи войска. Медведи, снимай, да! Вольно! Разойдись! Разойдись, говорю, что стоите? Молодцы! Команду выполнили! Вот они, бравые защитники леса! И уж поверьте мне на слово, лучше их не злить, потому как вероятность убежать от них крайне мала! Между прочим, эти ребята готовы выполнить любую миссию, начиная от скрытного наблюдения за врагом, заканчивая похищением ценного груза. Да, это жёстко. Ну, а если говорить серьёзно, нахуя он вообще бурых окликнул? Кара за такую дерзость могла настигнуть мужика просто моментально. Медведи, снимай, да! Ты охуела, гнида, блядь! Хотя чего там, мишки настолько охуели, что можно дом строить. И при первой возможности сразу же дали по тапкам. Разойдись! Разойдись, говорю, что стоите? Ну нахер! А вообще, я вот советую мужику всё-таки думать, кому ты кричишь. Потому как мишки могут обидеться, и всё, пиздец. Месть их будет жестоко. А ещё этот косолапый мудак мне обосрал, блядь, её. У нас было много разных интервью с непонятными персонажами и их различными оговорками. И вы, блядь, не поверите. Галочка, ты сейчас умрёшь! Мы в очередной раз наткнулись на шедевр. На сбыт наркотиков, значит, деньги, деньги, отмытые этим путём, идут на приобретение оружия. То есть потому что, значит, даже так же при задержании, при задержании наркосбытчиков, наркосбытчиков, то есть в принципе, в принципе, в основном, в основном, они бывают все вооружённые, вооружённые. И при задержании также оказывают нам сопротивление. Почему мужик в своей речи использует эффект эхо? Вряд ли он решил разбавить скучное интервью дилеем. При задержании, при задержании наркосбытчиков, наркосбытчиков, то есть в принципе, в принципе, в основном, в основном, они бывают все вооружённые, вооружённые. Да что ты, чёрт побери, такое несёшь, такое несёшь. Нет, ну я, конечно, понимаю, понимая, что это выдрано-выдрано из контекста, контекста. Но что это, блядь? С таким же успехом можно было вообще всякую чушь намямлить. Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтоб с ним то, что мы определённо как бы сняли. Конечно, такое явление можно по-разному растолковать. Но мне кажется, перед эфиром дело пошло давно задаренное и очень ценное... Бутылка Донь Периньон, мать, французского шампанского. Хотя подобная форма речи не особо похожа на алкогольное опьянение. Боюсь, как бы не попало в его руки что-нибудь из вещдоков. Морфиновный гидрохлорид, 5% разговор. Ладно, ладно, чё я до него доебался, ну с кем не бывает. Главное, что мысль он донёс, а остальное не парит. Здесь наши полномочия всё окончены. Ну что ж, дамы и господа, спасибо вам большое за просмотр этого эпизода «Плюс 100500». Ну чё, как вам? Заебись или хуёв? Если заебись, ставим «заебись», пишем комментарии и зацениваем второй эпизод подкаста с Эльдаром Джараховым. Ссылка будет в описании и в начале видео подсказка. Ебашьте в колокольце, чтобы ничего не пропускать. Ну а это был «Плюс 100500». Впереди вас ждёт охуительный музыкальный номер. Меня зовут Максим. Пока! Субтитры подогнали Симон. Итак, добро пожаловать в сцену после титров. Мы искали гуся, мы не нашли гуся. У нас тут просто на районе есть, кто их разводит, всякую живность. Была маза намутить курицу, но чё-то, короче, там дядька был занят, и не получилось намутить курицу. Вот, поэтому сейчас вам так... Вы тогда так много нареспектовали Марику неожиданно, потому что вы досмотрели прям до самого конца. Я хочу привести Марика. Марик хотел, во-первых, бы всех поблагодарить. Да, спасибо большое. Мне было очень приятно. Я даже не знаю, как сказать. Я вообще ещё столько уважения в свой счёт, блядь, никогда не пришла. Так что я... Марику было очень приятно, он мне писал, потом говорит, блядь, вот вы подняли Марику самооценку, возможно, завтра он женится на модели. Какой-нибудь? Нет. Нет? Нет. А может быть, какой-нибудь, знаешь, модель это, знаешь, вот тебе, вот, как это называется, знаешь, модель танка или корабля, знаешь? Первый парень в мире, который женился на модели корабля. Да, сначала надо склеить. Всё, скажите, типа, рад был видеть Марика в комментариях, вот, и распространите сцену после титров. Это задача каждого, просто долг каждого, кто досмотрел до конца. Мы с Мариком вам респектуем, блядь. Всего доброго. Лёха, слышь, как ты там еле зудишь.